Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас не совсем стандартное видео, потому что мы очень часто записываем его в режиме онлайн с нашими клиентами и партнерами, потому что мы работаем по всему миру и не всегда есть возможность сделать это прямо в режиме реального времени. Но сегодня это видео именно такое. Сегодня я приехала в гости в офис к Александру. Александр, здравствуйте! Он является руководителем компании Миграционной, сейчас сам расскажет более подробно о своей компании. А также я приехала для того, чтобы задать ряд вопросов относительно его пути, его бизнес-пути, поскольку вы приехали из Украины, правильно? Да, из Украины. Да, и открыли международную компанию на территории Польши. Поэтому здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо за то, что согласились уделить время. Ну, в первую очередь, хочется узнать, с чего начинали, да, и как добились того успеха, который есть у вас сейчас. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели! Я поделюсь, наверное, той информацией, которой владею на сегодняшний день. Наш центр эффективной коммуникации зарегистрирован в Польше в июле 2017 года. И действует, слава Богу, без перерывов, без провалов и развивается успешно на протяжении этих лет. Что сопутствовало? Мы в 2015 году всей семьей из Одессы приехали в Польшу, осмотревшись, оглядевшись уже в качестве живущих здесь людей, не в качестве туристов, не в качестве людей, приехавших купить и уехать назад. Мы приехали сюда жить всей семьей, поэтому решили обосноваться надолго, всерьез и решили открыть компанию. Наработки, которые были в компании, в идеологии компании, в философии, были, конечно, в голове, они были как-то уложены. Конечно, мы адаптировали их под реалии, которые были в тот момент, и открылся центр. На сегодня центр успешно работает в нескольких направлениях. Я могу рассказать отдельно по каждому коротко направлению, если интересно зрителям. Да, конечно, этот момент, в принципе, очень важен, да, что, чем конкретно вы занимаетесь. Но, опять же, я знаю, что бизнес он большой, и как руководитель компании тоже я могу часами рассказывать, а как это, а как что, да. Но буквально, да, коротко и чтобы это было достойно. Но, на самом деле, во всех направлениях ключевым и таким градообразующим землем является человек. Человек, его судьба, его способность, его перспектива, его планы, его надежды. Это касается трудоустройства, касается учебы, касается проживания, открытия бизнеса, нахождения деловых партнеров. То есть человек с его потребностью на данный момент в данной стране. Вот это вот так, если коротко по направлениям, как бы. А скажите, пожалуйста, вот когда вы решили открыть бизнес за границей, то есть ранее вы тоже занимались предпринимательством в своей здании, правильно? Да, в Украине занимался с 93-го года. Фирма называлась Toma Plus. Она во всех реестрах была. Она была очень неплохой и успешной компанией внешнеэкономической. Были обменные пункты валют, но это было там. Наступил момент, когда от этого всего, как и у многих людей, которые здесь, наступила усталость, какая-то определенная степень разочарованности, потому что постоянно встречный ветер, постоянно палки в колеса. Ну, так складывались обстоятельства. И судьба каждого предприятия. Я горжусь тем, что я сам приказом своим ее закрыл, ликвидировал. Не как банкрот, не как беженец, а своим указом, своим приказом ее закрыл. Это было мое решение. Она просуществовала, проработала 16 лет. Поэтому это печальная, конечно, такая новость, но это было принято решение. Сейчас новая жизнь, новая компания, новые проекты, новые люди, новое все. Знаете, сразу какая у меня появляется мысль. Вот, скажем, для современного поколения, кто работает дистанционно для IT, то есть, в принципе, нет никакой сложности открыть компанию вообще в любой стране и начать заниматься деятельностью, если она вообще онлайн. То есть, это современный формат бизнеса. Но есть еще много предпринимателей, которые, вот скажем, еще из 90-х, да, вот ко мне просто недавно обратилась клиентка, она из Казахстана, и она планирует открыть бизнес здесь. Они долгое время занимаются продажами, то есть, заказывают турецкую продукцию, имеют у себя там какие-то ряд магазинов, да, то есть, налажена система, поставщики. И у нее присутствует такой страх. Она хочет попробовать себя здесь, хочет попробовать в Европе, но есть такой вот страх, с чего начинать. С одной стороны, кажется, предприниматель с 15-летним стажем. Какие здесь вообще могут быть, собственно говоря, страхи? То есть, нужно масштабироваться. Но у человека есть страх, то есть, там, кто он занимается у себя на родине, есть мысль масштабироваться, как преодолеть этот страх, с чего начать. Вот важный момент, да, не для тех, кто онлайн, а для тех, кто реальный физический бизнес. Ну, я вам скажу так, что человек с большим стажем или опытом работы, это человек, который некоторые вещи, может, многие вещи интуитивно чувствует. Мы говорим о интуиции, с людьми чувством каким-то. Это уже приобретается с возрастом и с опытом. И, скорее всего, эта осторожность, это неполный комплект знаний о стране, о условиях работы на данной территории. Я бы, ну, красной линией подчеркнул бы, строкой подчеркнул бы еще тот момент принятия с одной страны. Очень многие люди не берут во внимание этот факт. Уехать, например, жить и работать в Австралию, Новую Зеландию, Америку, Англию или Польшу, это совершенно разные истории, совершенно разные истории. Если человек не принимает страну, денежную единицу, историю, философию, ментальность, язык, в конце концов, человеку очень сложно абстрактно быть успешным, успешным быть в каком-то проекте. Он может быть успешным в Казахстане, в Российской Федерации, в Украине, в коконе своих условностей, но не адаптировавшись, не приняв это. Он может быть фрагментарно успешным на старте, имея денежный запас, имея какие-то наработки. Но если мы говорим о лангации успеха, развитии, масштабировании на данной территории, я не встречал таких людей, которые отвергают страну как таковую, ментальность как таковую, все остальное связано с Польшей и будучи успешными здесь. И я таких не встречал. Вы знаете, это, наверное, такой уже психологический момент, уже какая-то философия, психология. Я с вами абсолютно согласна. То есть нужно действительно любить эту страну. Ну и вообще любить то, чем занимаешься, бить пример из жизни. Клиент у нас недавно приехал, он из России, из Кавказа, приехал на работу сюда. И как только он приехал, сидел 10 дней карантина, и он стал говорить такие фразы, что-то мне здесь не очень нравится, а что-то, мне кажется, это не для меня, я вот больше задумываюсь там об Америке и так далее. То есть вот начались какие-то такие вот предпосылочки, что это не для него. Вот и он выходит с карантина, выходит на работу, и спустя какое-то время начинает мне очень сильно жаловаться на то, что из всей его бригады его поместили в какой-то самый нехороший цех, где вообще ему не нравится, и там плохо обращается кто-то с кем-то, что-то его не устраивает. И я тоже провожу такой параллель. Ну подожди, ну ты изначально приехал, и ты сам этой стране сказал о том, что тебе здесь не нравится. Она тебе ответила тем же, правильно? Отзеркаливание такое. Да, это идет такое отзеркаливание. Отзеркаливание, то есть и таких примеров по жизни им их очень много. К сожалению, да, клиенты не всегда поймут, о чем ты им вообще говоришь. Это такое, я пришел вам за услугой, вы о чем? Какая философия? Но это действительно нужно, да, принимать. Но тем не менее, мне кажется, что очень много людей из СНГ, они с легкостью могут принять Польшу, потому что все-таки здесь есть очень много схожестей, да, там языковая группа славянская, все-таки менталитет. Вот это то количество препятствий и то количество встречного ветра, ментального, законодательного, репрессионного, если хотите, которое встречали люди в своих странах, это отдельно тема разговора, это неготовность соусобода, неготовность вообще как-то государство как такового помогать, действительно сделать структуру, когда человек может развиваться, хотеть здесь жить и так далее. Польша опередила, конечно, я имел возможность Польшу наблюдать с конца 80-х годов, я видел, как люди работают, как приезжали, уезжали, те эмигранты польские стали еще, как менялась философия молодежи, как она училась здесь, то есть этот процесс происходил все 90-е годы, и Польша действительно получилась создать этот продукт, этот проект, новая Польша, да, вот действительно она успешная, молодая, действительно экономичная, ну, такая успешная страна. Я далек от мысли, что есть рай на земле, и в каждой стране, в каждой семье, в каждом государстве существуют свои тени, плохие, если хотите, да, и все остальное, но если человек по духу предприниматель, это человек способный предпринимать что-то везде, это функция ума, наверное, да, сложность ума. Абсолютно согласна. Вот, если мы говорим сейчас по линейке предпринимательской жилки, то люди в Казахстане, в России, в Беларуси, в любой другой стране СНГ, приезжают сюда, проявивших, если не любовь, то, ну, билосердие и принятие этой структуры сделают эти шаги правильнее вперед, вопрос при помощи кого, и как быстро. Так мы сейчас на эту тему тоже можем поговорить. Да, я вспоминаю слова нашего руководителя, который находится в Америке, центрально, в нашей компании тоже находится там, сам он родом из Краснодарского края, и он тоже всегда говорит, когда какие-то сотрудники обращаются с такими, скажем, как правильно это назвать, нытьем, что ли, что что-то не получается, что-то идет не так, он смыслается на то, что, ну, как бы, скорее всего у вас не предпринимательская мышление, да, поскольку вы вообще выдвигаете вопрос в таком контексте, и я, наверное, думаю, что это действительно так. Любой предприниматель, он видит сразу, да, любой контактик, любой там... Возможность. ...восможность, да, любую возможность. Ну, опять же, если не предприниматель, а хороший исполнитель, это тоже, ну, это тоже большой дар, когда человек умеет правильно и четко исполнить. Например, он взял хороший чертеж, правильный чертеж, и по чертежу правильно построил дом. Такие ключи тоже будут иметь и кусок хлеба с маслом здесь, и будут востребованы как специалисты. Конечно. Вот. Мы говорим о зубных врачах, о строителях, о монтажниках, о партнихах, о таксистах, в конце концов. Да. Если он хороший исполнитель и привез человека с точки А в точку Б правильно, не на хамив, не нарушил правилучение, он тоже будет, как я говорю, доцененный на этом рынке труда. Поэтому, если человек даже из наших слушателей не предприниматель по духу, а человек хочет, хотящий, скажем так, жить спокойно, правильно, хорошо работать, содержать семью, ему тоже место здесь найдется. Это тоже, тоже, их большинство, наверное, чем предприниматель. Потому что это действительно 5-7% людей, которые постоянно живут без выходных, без выпусков и работают в доме. Да, наверное, как бы построение такой успешной компании, как раз-таки, это мышление предпринимателя в содействии с очень качественными исполнителями. И они предпринимают друг друга, потому что те, кто умеет качественно исполнять и являются какими-то карьеристами, им необходим как раз-таки предприниматель, который будет помогать и управлять. Это такой будет... Генератор идей, наверное, человек, как мозговой центр, который знает, как построить город в пустыне с водопадом или с фонтаном в пустыне. И скептики говорят, это нереально. А он идет тех, кто поверит в этот проект и действительно сделает в Сахаре оазис. Например, ну так, аллегориями, но как-то вот так. Хорошо, смотрите, да, немножко таки отдалились. Смотрите, если, например, подводя черту, ну вот три таких самых важных совета, которых вы могли бы дать, вот пройдя свой жизненный опыт, свой бизнес-опыт, да, для тех людей, кто хочет все-таки стартануть и попробовать себя, вот три совета, вот таких топовых, которые вы могли бы дать. Первый совет ключевой это позитивная формулировка ваших перемен. Это очень важно. Конечно. Я уезжаю в Польшу из Краснодара, из Ростова, из Киева, из Харькова и я уверен в том, что у меня все будет хорошо. Вот с этим настроем человек должен пересечь границу. Прежде всего. Вторая ключевая это вера, конечно, в самого себя. Если вы, мы говорим, вера в себя в пределах разумного. Я не могу сейчас сказать, я верю в себя и подниму штангу 500 килограмм. Я верну себя на старте с позитивом и заработаю болезнь, да, грыжу, да. Но если я позитивно отношусь к переезду и реально оцениваю себя, это дает возможность мне докопаться очень быстро и прийти к моим ресурсам. Мне не хватает, у меня есть запастение, мне не хватает знания языка, мне не хватает знания истории, мне не хватает знания, например, менталитета поляков. К примеру, мы говорим сейчас о Польше. И если я пересекаю границу с целью переменить, изменить свою жизнь к лучшему, в позитивном ключе, реально оцениваю свои возможности ментальные, физические, возрастные, образовательные и так далее, и так далее, и так далее, и при этом я ставлю правильные реальные сроки исполнения своих задач. Не просто лежу на диване и мечтаю о вас об ухе, я делаю что-то каждый день для того, чтобы это моя мечта на позитивном таком настроении, позитивное настроение реализовано через мои реальные возможности, конкретные мои возможности. Если вот я захожу в этот, в эту парадигму новой жизни, здесь не важно, какое у вас образование базовое, возраст, с какой стороны вы приехали. Вот три ключевых пункта, которые формируют вас как человека, способного быть выживаемым на чужой территории. Опять, вы не приехали красить, вы не приехали убивать, вы не приехали воевать, вы приехали изменить свою жизнь, изменить их лучше. Вот три ключевых кита. И тогда к вам будут прибиваться люди, которые верят вам, верят вас, верят в ваш проект и так далее. Вот как-то вот так. Я так понимаю, вот на сегодня вот. Да, я скажу, например, более простым языком, вы сказали прям такими бизнес-формулировками, если более простым языком, да, то это позитивное мышление плюс реальные действия. Потому что очень много сейчас психологов, вообще всяких там кучи, говорят о том, что вот думай позитивно и так далее. И люди иногда вообще не понимают, что это такое. Начинают, я же думаю позитивно, а ничего не происходит. А все очень просто, да, позитивное мышление должно сопровождаться еще какими-то реальными действиями, прям вот реальными действиями и за дня в день. Поэтому... Я называю это правилом двух Д, когда Д думаю и Д делаю равны между собой. Человек подумал и реализовал то, что он задумал. Окей, спасибо. Здесь мы с вами абсолютно сошлись во мнении. Да, это был совет номер один. Давайте тогда следующий, да, для предпринимателя, который планирует, да, открыть свой бизнес, начать свое дело, пусть даже не в Польше, а вообще за рубежом, да, что бы еще посоветовали исходя из своего опыта? Опять же, предприниматели делятся опять с моего жизненного опыта на две категории. Одни оставляют, оставляют базовый бизнес где-то на своей стране и здесь открывают филиал или дочерное предприятие в надежде, если не получится вернуться, например. А есть люди, которые сжигают нас, что называется, берут сумку и приезжают вот в никуда. Вот если мы говорим с людьми, о людях, которые приезжают в никуда, вопрос, с кем они коммуницируют, что они делают, насколько они готовы прорасти в этой территории. И здесь очень важно, очень важно иметь компании или конкретных людей, которые способны вам вовремя очень квалифицированно быть помощником на данном этапе. Да, потом птенец оперится, потом он может вылететь из гнезда, потом он может вылететь свое гнездо, но на данном этапе, когда ему нужна максимально быстрая, максимально исчерпывающая информация, ему очень нужны фирмы, объединения, если хотите, и может быть отдельно физические лица, которые способны доходчиво-доходчиво ему в этом помочь. Это июль вопросы, и вопросы именно оформления всех бумаг, и так далее, и так далее. Наверное, здесь, может быть, человек лучше подготовить эту почву заранее, да, то есть, или, может быть, приехать в страну немножечко, остепениться, может быть, в честь какие-то бизнес-мероприятия, наладить какие-то бизнес-связи, да, может быть, попробовать стать клиентом какой-то компании, да, как бы прочувствовать ее, попробовать, чтобы в дальнейшем как-то запартнериться, да, то есть, может быть, не сразу умыть с головой, а немножечко, да, вот, вот создаст бизнес, поможет, вот, 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 надежный, этот костырь, вот, эту помощь, эту салфетку, эту жилетку, эту жилетку, свалить какие-то свои вопросы на кого-то, человека делают неконкурентными, слабым, есть вторая категория людей, которые говорят, да, я сам океан пройду, я сам все смогу, я, 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 обвал рубашку и пошел, есть единицы, которые дойдут, которым повезет, сложится как-то обстоятельство, может быть, окей, может быть так, но, вот этот энтузиазм обломается буквально через какое-то количество неудачных сделок, неудачных встреч, проблемы с документами, с переводами, масса вещей, которые человека просто сломают, или он встанет, потом говорит, я потратил силы, я потратил деньги, я потратил время и КПД ноль, поэтому, по этой золотой середине, как мы говорили, да, думаю, делаю, делаю, думаю, анализирую, советуюсь, на месяц с тем, человек не выключается с процесса создания нового очага своего, делайте его успешно. Совершенно верно, добавлю сюда, есть такое замечательное слово в шведском языке, оно называется лагом, у него даже нету точного перевода на русский язык, но мы ближе всего, этот перевод как раз-таки есть золотая середина, где мы и не просто там лежим на диване, много-много думаем, и при этом не сразу не ныряем в обувь с головой, там, голову по европу, а именно находим золотую серединку, потому что действительно тоже есть очень много знакомых, это могут быть друзья, там, кто угодно, да, какие-то знакомые, которые постоянно занимаются размышлением, выстраиванием бизнес-плана, это все так долго-долго, и, господи, когда-то все произойдет, когда жизнь ведь, она не такая долгая, да, чтобы строить бесконечно вот эти вот свои желания, плюс время, оно постоянно меняется, и даже если твой какой-то проект задуманный сейчас актуален, пока ты будешь додумывать его до дыр, он просто перестанет быть актуальным, да? Да, может быть и так, окей, да, подводя итог, значит, золотая середина, да, это был совет номер два, и в завершении тогда, что мы пожелаем нашим зрителям? Я глубоко верю в то, что от хорошего никогда не уходят. Человек, который решился на переезд в страну, значит, что-то у него не так. Это отдельная тема разговора, личная жизнь, профессиональная, разные ситуации, у каждого разные ситуации бывают, но, если человек решился на смену жизни, смену, смену перемены, такие глобальные перемены, он должен прежде всего быть ответственным за ответственность, быть ответственным перед собой и перед теми людьми, которые завязаны в этом весь процессе. Чтобы это не было просто банальной авантюрой, каким-то бзыком, каким-то всплеском эмоций, и потом, держась за голову, зачем я это все сделал. То есть, я бы советовал с этого начинать. Тогда, мы говорим, переходим уже к позитивному отношению ко всему к этому. Вот. Если что-то не получалось, не выходило, есть шанс попробовать. Мы говорим о свободном человеке, о свободном духе, о свободе передвижения, пробовать себя находить. В данный момент это даже не совсем актуально. Не совсем да. Да, будем мыслить все-таки позитивность. Я приехала сюда к вам, я здесь, с другого конца Варшавы, поэтому все-таки это актуально еще так или иначе. Да. Я думаю, что несомненно, да, действительно, это правда. Ну, наверное, уже совсем подводя окончательный итог, я знаю, что при старте вашей компании, да, вы обращались за помощью к партнерам, которые являются официальными партнерами нашей компании, на территории Польши, в Варшаве. Хотелось бы услышать пару слов, да, о сотрудничестве, чем наши партнеры вам помогли, да, как все происходило, ну, буквально, что можете сказать? Компания Людмилы Хаман, я сейчас сотрудничаю и обслуживаюсь в этой компании. Позитивность, опять же, никогда не сдаваться, зная Людмилу, никогда не сдаваться и всегда идти вперед. Вот, позитивный, боевой человек, вот, с которым всегда приятно иметь дело, это раз. Всегда ты оценишь солнце, когда ты видел тьму. Вот, я имел опыт, здесь обслуживался водной компанией в Люблине, за год было сменено 9 бухгалтеров, абсолютно никакого контакта, никакого, только платежки и фактуры на оплату, ничего, поэтому я этого ничего не хочу. Здесь сегодня решаются вопросы, мы все по-своему учимся многим вещам здесь, это, мы не говорим, что мы живем в сказке, мы учимся по ходу, иногда знаем что-то, иногда приобретаем консультироваться, но ощущение, что люди хотят тебе помочь, люди хотят быть соучастными в твоем успехе, вот это чувствуется, и я за это благодарен, потому что это дорогого стоит, потому что формальных исполнителей много, а мы говорим о людях, которые хотят, команды людей, которые хотят быть сопричастны к твоему развитию, вот, поэтому это чувствуется, это видно, это ощущается, поэтому я с радостью сейчас контактирую, работаем, сотрудничаем с компанией Людмила Хамана, поэтому думаю, будем развиваться дальше, идти вперед, и... Ну да, непосредственно они являются партнерами нашей компании, и также я сама тоже с ней сотрудничаю, тоже задействована в такой просто уникальной возможности работать через бизнес-инкубатор, потому что это, опять же, только больше открывает такие перспективы, в других странах есть понятие бизнес-инкубатора, но оно вообще немножечко трактуется по-другому, да, а здесь, когда как раз-таки предприниматель может стартануть, скажем, не с открытия своей компании, а под эгидой уже существующей компании начать свою деятельность, что в принципе прям не очень подошло, у меня компания зарегистрирована на территории Российской Федерации, что в принципе не мешает мне работать везде, но тем не менее и в Польше здесь я тоже начинаю свой бизнес. Столько успехов вам пожелать. Спасибо. Вашей компании тоже хочу пожелать успехов, процветания. Я надеюсь, что у нас еще будет много совместного контента и что, тогда в завершении что хотите еще сказать, дополним и будем прощаться. Приходите в гости, будем сотрудничать. Да, оставлю обязательно ссылочку под этим видео на сайте компании, где вы можете уже более подробно ознакомиться, чем занимается компания, потому что действительно рассказать в одном видео обо всем оно может быть очень-очень длинное, а насколько мы знаем, не все любят смотреть длинные видео. Спасибо. Ну все тогда, до скорых встреч, всем пока.